Очередной несчастный случай произошел при катании на тюбинге. В Москве в жилом комплексе «Новые ватутинки» ребенок пострадал при катании с горки. Он на скорости врезался в дерево, пострадавшего забрала скорая. Даже это не остановило других отдыхающих. Они продолжили съезжать с горы на свой страх и риск. Хотя зима только наступила, а в травмпункты уже практически ежедневно поступают взрослые и дети с различными травмами после катания на ватрушках. Травматологи требуют запретить тюбинги по всей России. По словам врачей, люди, как правило, калечатся на стихийных, необорудованных горках, а таких во всех городах не сосчитать. Проблемы на деле две. Травмоопасные горки и небезопасные ватрушки. Обе проблемы отмечают специалисты одинаково значимы. В Госдуме проблема катания на ватрушках обсуждается уже не первый год, по словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича. Решить ее можно, как и с другими опасными видами спорта. Например, есть горные лыжи. Предназначенная для них трасса получает разрешение определенного ведомства на ее использование. Она должна соответствовать определенным критериям. Там должны работать спасатели. Нужно организовать трассы для катания на тюбингах по аналогии с горнолыжными спусками. К тому же за возникновением стихийных спусков должны пристально следить местные администрации. Наказывать следует и бизнес, который организовывает прокат ватрушек. Основная опасность тюбинга в том, что он практически никак не управляется тем, кто на нем катится. А значит, контролировать траекторию движения невозможно. На стихийных трассах можно врезаться в дерево, травмироваться от торчащую трубу или вылететь на водоем и провалиться под лед. И пока проблема решается на законодательном уровне, ответственность за жизнь и здоровье должны нести сами люди, в том числе и родители, когда дело касается их детей.